Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала Всемирная иллюстрация, Санкт-Петербург, 1893 год. Танец мечей. Картина Семирадского. Семирадский давно уже приобрел европейскую известность своими прекрасными картинами, в которых он воспроизводит античную жизнь. В этом отношении есть много общего между ним и Бакаловичем. Но есть также и немаловажная разница. В то время как Бакалович разрабатывает античную жизнь со стороны, так сказать, ежедневного быта. И поэтому дает нам в своих картинах чаще всего характерные и типичные лица древних греков и римлян. Господин Семирадский напротив того старается по преимуществу воспроизвести античную красоту в лицах, в жизни, в природе. Вот почему во всех его картинах природа, волшебная южная природа Греции и Италии, выступает чуть ли не на первый план. Его женские фигуры поразительны по красоте линий, изяществу и движении, и тонкой чисто античной грации. Такова его картина «Танец мечей». При незначительности сюжета эта картина пленяет роскошью линии, фигур, форм и грации. Сцена проста, но как она прекрасна перед домом какого-нибудь грека, домом, утопающим в зелени, на небольшой террасе, выходящей на берег моря. Танцовщица, разославший на мраморном полу длинный ковер и уставив его рядами мечей, разделась и совершенно на грая исполняет свой сладострастный танец, весь состоящий из грациозных медленных движений. Сидящая на полу молодая женщина в волкновенном женском костюме Древней Греции играет на лире и аккомпанирует другая на флейте. Несколько других женских фигур стоят тут же, любуясь грациозными движениями и поразительной красотой танцовщицы. Водолей, облокотившись на мраморные перива, сидит молодой грек, задумавшись. Вся сцена как бы и насыщена поэзией и передает с поразительной силой поэтическую сторону жизни Древнего Грея. Присоедините к этому волшебные краски Семирадского, его умение пользоваться светом, красивые переливы неба, всю обстановку южной природы и древнегреческой жизни. И вы получите некоторые понятия о том впечатлении, которое производит картина на зрителя, созерцающего ее. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok